О, все, пошло. Запись пошла, да, я вижу. Ну, ладно, это третья, получается, попытка. Ну, на самом деле больше, чем третья. Ну, будем считать, что условно третья. Ну, по крайней мере, с этой темой. Да, что-то она такая горячая слишком. А может быть, сама по себе тема настолько заряженная, что просто какие-то силы не хотят, чтобы мы поведали людям об этом. Всю правду. Всю правду, да. Ну да, может быть. Ну, а что, вполне. Вполне возможно сопротивление внешнее. Потому что информация, которая будет выходить, она такая секретная, по сути дела. Да, почему? Ну, потому что самая распространенная, да, или самая горячая игра, да, которая идет на земле, она называется деньги. Да, она имеет, ну, там, разные виды, да, игры. Но в деньги, там, например, это свой бизнес, какой-то, да, какое-то собственное дело. Это может быть, не обязательно свой бизнес, это может быть площадка, ну, предприятие какое-то, где ты работаешь. И там может быть гораздо больше ответственности, чем в своем бизнесе. И доход может быть гораздо больше. Это может быть различные виды бизнеса как такового. Это может быть криминал, потому что деньги можно зарабатывать не только зарабатывая, да, но и отнимая, или, там, мошенничая и так далее. И, в конце концов, деньги можно просто печатать. Ну, собственно, что и делается, да. То есть хозяин игры печатает деньги и запускает в социум, да, чтобы люди полномасштабно боролись за деньги как за источник ресурса, да, то есть боролись за выживание. Ну, в конечном итоге основной, да, бенефициар – это тот, кто выпускает эти деньги. Тот, кто их печатает, да, как какой-то анекдот про инопланетян, может быть, слышали, спросили у землян, как вы живете, ну, все нормально, только продукты дорого, конечно. Ну, есть похуже, подешевле, есть получше, но подороже. Вот, а как вы, ну, здоровье поддерживаете? Ну, лечимся, там, кто-то, кому доступна дорогая медицина, тот хорошо себя чувствует, кому недоступна, тот плохо. От чего это зависит? От денег. А где вы их берете? Печатаем. И вот на этом месте как бы круг сомкнулся. Да, да, да. Сами себе. Сами, да. Ну, вроде как трансляция идет. Ничего не прерывается. Аллилуйя. Я уже, знаете, даже не дышу. У меня вся концентрация на трансляции. На то, чтобы она просто шла. Не, ну, вот у меня там каждый день, да, через день тоже проходят уроки, то есть практические сессии, да, с учениками. Я тоже их на записи веду, и вроде как проблем не было. Вот, так что. Ну, и с чего начал бы, да, я бы начал с определения, да, с состояния имитации. Да, что такое жизнь с точки зрения духовного существа. А, ну или там. Чьей проекцией на Земле является человек. С точки зрения духовного существа, жизнь на Земле – это игра, да. И вот одна из самых значимых игр – это игра в деньги. Про ее там подразделение мы поговорили. На физическом уровне, что требуется для того, чтобы создать бизнес. Кстати говоря, там, это неважно, создаешь ты бизнес, или ты ходишь на работу на какое-то предприятие. Парадигмы достижения результата одинаковы во всех играх как таковых. Значит, для создания бизнеса необходима идея, бизнес-план, инвестор и действия по ее реализации. Вот эти четыре составляющие – это всего лишь 20% от всей парадигмы достижения результата. Значит, как мы помним, мы в одной из… на одном из наших эфиров я рассказывал о том, что вся парадигма состоит из сначала цикла восприятия, то есть из проявления интереса, потом восприятия того, что тебе интересно, потом возникновение желания чем-то обладать, что-то делать или кем-то быть, потом возникает намерение. Намерение – это постулирование, постулат, то есть что должно быть. Первый из известных постулатов нам «да будет свет, сказал Господь», и стало так. Вот, значит, постулат – это причиняющее суждение, или постулат – это то, что творит. Мы это на третьем модуле нашем проходим. Значит, вот при формировании намерения формируется голограмма желаемого будущего со всеми аспектами и с предполагаемым результатом. Далее все переходит на физический уровень, ставится цель, то есть вот создается бизнес-план, план каких-то действий. Эти действия осуществляются, получается какой-то результат. Потом опять все переходит на духовный уровень, и полученный результат сравнивается с намерением. И в зависимости от этого сравнения, то есть это то, что я хотел или не то, индивид получает эффект. То есть радость, счастье, удовлетворение, или совсем нет. Совсем наоборот. В зависимости от полученного эффекта, индивид опять принимает решение о повторении цикла, получении результата. Либо на более серьезном уровне, либо на менее, либо прекратить, перестать. Это вот такое краткое отступление. Но для того, чтобы создавать бизнес, необходимо условия. Первое условие – это необходимо присутствие индивида на площадке игры. И второе условие – требуется пронизывание площадки игры. Чем характеризуется площадка любой игры? Ну, это какая-то отведенная территория для игры. Это может быть кабинет, офис, цех и так далее. Это правило, безусловно, по которым идет игра. Это атрибуты игры какие-то. Ну, там, необходимое оборудование, которое глючит. Да, иногда, да, есть такое. Да, ну и игроки. Значит, любая игровая площадка этим и характеризуется. Любая площадка характеризуется. И вот требуется игрок, тот, кто играет на площадке. Вот это тот самый достигатор, о котором мы неустанно говорим. И вы на своем курсе. У вас это лидер. Да, у меня это лидер. Ну, я всегда предлагаю клиенту называть его как угодно. Это может быть профессионал. Да, профессионал. Это может быть специалист. Я говорю, в моем случае это процессор. Вот так я его называю. Значит, это тот, кто играет. Тот, кто при помощи каких-то действий, соблюдая или играя по правилам, да, хочет получить результат и эффект от этого результата на площадке. Да, но для того, чтобы получить этот эффект, требуется присутствие на площадке. Ну, очевидно, что вот вследствие полученного воспитания, вследствие полученного какого-то опыта жизненного, либо сам получил, либо почитал, увидел, рассказали, Дестигатор обязательно деградирует, да, в процессе игры. Я говорю, сначала он заявляет о себе, то есть создает какой-то продукт и заявляет о том, что этот продукт есть, да, для того, чтобы его обменять на деньги. В этом основной смысл игры в бизнес, да, получение прибыли. Создание продукта и обмена ему на деньги. Ну, что-то получается, что-то не получается, кто-то говорит, у тебя хороший продукт, кто-то говорит, плохой продукт, и обязательно Дестигатор падает на вторую опору, да, второй этап игры. Начинает скрывать, что утратил какие-то смыслы, что утратил уверенность в себе, там, признание своего продукта или своих навыков и так далее. Да, на этом этапе он часто создает вид бурной деятельности, то есть выполняет какие-то действия, которые непосредственно к бизнесу не относятся. Ну, хаотичное движение молекул. Да, либо хаотичное, да, там, какая-то суета, создание вида бурной деятельности для сохранения собственной значимости в этой игре. То есть на духовном уровне это всегда борьба за, собственно, какую-то значимость, величие, авторитет и так далее. Да. Обязательно после второго этапа индивид упадет на третий, это будет этап, на котором раскрывается жертва, как я говорю, вот у меня плохо получается, это все из-за вас. Смотрите, вот я из-за вас стараюсь, а вы меня не цените. Точнее, я для вас стараюсь, да, а вы меня не цените. Вот, вы плохие, я хороший. Да, какое-то время можно на этом этапе играть, но обязательно упадешь на четвертый этап, на этап отрицания игры и отрицания себя в игре. Как это проявляется, индивид может думать, что эта игра не для меня, бизнес не для меня, я не в состоянии играть, или еще не наступили положенные условия, нужные условия для того, чтобы мне в этой игре выиграть. Или мне это не нужно, мне достаточно своего маленького кусочка, да, либо не создались условия, то есть эта игра мне не подходит. То есть индивид отрицает одновременно себя в этой игре, да, я не способен, я не могу, это не для меня, и одновременно отрицает игру, что это вот не та игра, в которой я хотел бы играть. Да, как это, ну, мне надоело, да, говорят. Да, 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 да. Надоело, наступило выгорание. Я устала, да, устал. Я устала, надо поменять там. Да, 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 вот выгорание, самое правильное слово, чаще всего у клиентов, я выгорела. Да, выгорела, ну, это прям буквально, то есть все ресурсы, отведенные на игру, растрачены в игре. Ну да, все, уже упал. Да, растрачены в игре, и желаемый результат, адекватный, который может возместить, да, эти затраченные ресурсы, он не будет получен. Да. Вот эта проблема взаимовыгодного обмена, точнее, его отсутствие, да, это основная проблема, там, при изначале бизнеса, да, я делаю задешево, делаю бесплатно, в расчете на то, что придут. Ну, как ты делаешь, так они и приходят, да? Ну да. Халявщики или те, кто не ценят не только твой труд, но и себя не ценят, фактически. И вот на моменте отрицания игры, ну, часто возникают условия такие, что, а работать-то надо, да, и поэтому человек как бы перестает присутствовать в игре. Да, я говорю, вот, на работу человек ходит, приходит, да, ну, вроде делает какие-то механические действия, выполняет. Ну, физически там находится просто. Да, физически там находится, а мысленно на даче. То есть в игре фактически не присутствует. Вот это вот условие, о котором я говорил, да, присутствие в игре своим вниманием. Внимание – это, ну, ресурс, это жизненная сила, да, то есть там, где мое внимание, там и я. Только обладая достаточным количеством этого ресурса, ты можешь производить эффективные результативные действия, да, в игре. И, как я сказал, да, в игре требуется пронизывание. Пронизывание, то есть вот на всей площадке игры, да, вот я нахожусь на ней, и я должен видеть, понимать и осознавать все, что на ней происходит. Там, если это что касается, там, наемного работника, он должен видеть, понимать и осознавать то, что происходит хотя бы на его уровне. Не обязательно на уровне всего предприятия, хотя бы на его. Вот, но в случае с собственным бизнесом, конечно, я должен пронизывать все аспекты, все разделы предприятия. Ну, того, чем я занимаюсь. И это не только то, что касается, вот, непосредственно, там, действий, да, производимых в бизнесе. Я там, что, я там веду эфиры, я провожу консультации. Нет, это не только. Это и обучение, это и высокоуровневые смыслы, ради чего ты это все делаешь. В итоге, или вследствие полученного опыта, да, вследствие деградации вот этой индивидуальности достигатора, человек приходит к этапу, как я и сказал, да, отрицания игры. Но работать надо. Работать надо. И поэтому теперь я начинаю, или индивид начинает отрицать, что он отрицает игру. Продолжает работать, да. Начинает отрицать, что отрицает себя в этой игре. Это похоже на то, что, конечно, делать вид, что я работаю. Но это не второй. Да, 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 это ниже. Поняла, да? Да. И на этом этапе обычно вот в свои руки берет управление бизнесом, индивидуальность, как Екатерина Андреевна Джуз ее назвала, она называется трикстер. Это та, которая отрицает. То есть он, значит, так, достигатор начинает отрицать, что он отрицает бизнес, да, но двигаться работать не может, поэтому начинает работать трикстер. Ну, трикстер, он же джокер, он же клоун. Да, это вот, ну, так можно сказать, там, на арене цирка клоун выходит и имитирует какие-то жизненные обстоятельства или какое-то дело. Он имитирует игру на инструментах, да, это, конечно, привлекает внимание, но никто с ним во взаимодействие вступает не хочет. Вот так вот, мягко выражаясь. И трикстер, безусловно, полностью безответственен, то есть он и за себя не отвечает, и за других он не отвечает. Он как бы прикалывается, он как бы угорает. Вот так еще можно сказать. Еще можно сравнить вот площадку игры, так, чтобы образно было понятно. Футбольное поле, да, и игра в футбол. В процессе деградации, вот по этапам игры, в процессе воспитания, в процессе взаимодействия жизненного, да, в течение жизни. Это поле заполняется различными всевозможными посторонними предметами. Ну, например, там, столами, стульями, какими-то камнями, валунами, памятниками. Значит, вот эти посторонние предметы, они, возможно, считаются и атрибутами, то, что должно сопутствовать игре. Да. Но, скорее всего, они выполняют роль предостережения. Роль, вот ту же роль, что и импланты. То есть, по сути дела, эти посторонние предметы и есть импланты. Позитивное устремление импланта всегда сохранить себя или быть важным, быть значимым, да, только за счет чего? За счет подчинения, за счет отказа от себя, за счет выполнения того, что нужно другим. Постепенно футбольное поле заполняется посторонними предметами, и игрок перестает, ну, иметь возможность двигаться, перемещаться по полю. То есть, перестает его пронизывать, да, как я говорю. И остается какой-то клочок там земли, маленькой, на котором он может присутствовать своим вниманием. Все остальное внимание, вся остальная энергия завязла в этих предметах. В этих атрибутах, да, в имплантах, в имплантах, во включениях, то есть, в травмирующих эпизодах таких-то, в неприятных эффектах завязла внимание, да. Потом, ну, работает не один достигатор при достижении цели. Ведь при создании бизнеса необходимо создать продукт, создает продукт тот, кто создает продукт. Это творец, можно так сказать. Потом этот продукт необходимо обменять на деньги. Кто это делает? Продажник это делает, да. Это не достигатор, это продажник. Достигатор в целом. Ну, можно еще рассмотреть, что создатель продукта, потом продажник, это составляющая достигатора. Можно так рассмотреть. Вот. Но они ведь тоже деградируют и тоже залипают в виде статуи. Да. Как обычно, в конце игры индивидуальность превращается в статую или очень старого-старого человека. Да, 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 да. Который не может двигаться и перемещаться. Да. Таким образом, проявлять себя, да, на площадке индивид теперь можно только на маленьком клочке площадки, да, на маленьком участке земли, там метр на метр, два на два. Соответственно, и доход, который он получает, он такой же. Да, да, да. Да. Обычно люди на этом этапе что делают? Начинают учиться бизнесу. То есть идут на курсы по повышению квалификации в бизнесе. И, например, вот в случае с футболистом, да, с игроком, он на своем этом маленьком клочке игры, вот он прошел несколько курсов, поднял свою квалификацию, и теперь он мячик начинает. Он начинает выбивать головой тысячу раз, на левом ухе тысячу раз выбивает, на правом ухе он десять тысяч раз выбивает. Он мячик может на носу играть, держать, да, чтобы он не падал, может его крутить на носу. И все это для футболиста является футболом. Вот так он думает, да. Но основного смысла игры уже нет. Возможно, повысив квалификацию, научившись мячиком так управлять, затратив последние усилия, он проберется сквозь завалы и забьет гол. Ну, может быть, один-два раза, да, потратив последние силы. Но, как бы, полноценно присутствовать на площадке, пронизывать ее и играть полноценно в футбол он не сможет. Вот, поэтому, типа, а что делать, да? Как всегда. Да, что с этим делать? Я вот еще хотел привести в пример суждения на этапе отрицания-отрицания, то есть суждения, которые, собственно, есть у всех, потому что они были выявлены эмпирическим путем. И вообще то, что я рассказывать сейчас буду, это материалы Екатерины Андреевны Джуз, моего учителя, хранителя знаний о процессе исследователя. Значит, эти суждения получены были эмпирическим путем, то есть в ходе сессии. Вот как выглядит на уровне суждений состояние отрицания от бизнеса, то есть имитации бизнеса. Играть на публику, сознавать, что мне это не нужно, чуждо, хотеть быть похожей на других, скрывать, что я не могу обладать бизнесом. Казаться более значимыми, чем есть. Хотеть управлять людьми. Искать лучший шаблон, программу действий, то есть учиться бизнесу. Имитировать ответственность за себя и других. Хотеть быть на равных со статусными игроками. Обесценивать свои знания, опыт, как будто их нет. Вот она училась, училась, и надо еще поучиться. Ну да, да, да. Это делает большинство. Да. Хотеть быть уважаемой, достойной. Испытывать стыд за то, что делаешь. И скрывать это. Угать. И отвергать игру. Ну, это вот короткий там списочек суждений. Понятно, да. Да. На самом деле, конечно, их там великое множество. Причем Екатерина Андреевна предложила методику по не просто выходу из состояния имитации бизнеса, а по очистке площадки бизнеса. То есть для того, чтобы играть, мало восстановить достигатора. Нужно расчистить завалы на поле. То есть расчистить саму площадку бизнеса. Эту методику она предложила, точнее, создала на основании работы, знаменитой и великой работы Алана Уолтера «Анализ ума». Да, значит, смысл, во-первых, сломать все конструкции ума, которые удерживают тебя в состоянии имитации. Ну вот, конструкции ума – это вот те самые суждения, часть которых я сейчас зачитал. Да, да, да. Сломать эти конструкции, во-первых. Во-вторых, восстановить самоопределяющие и всеопределяющие постулаты. Значит, они определяют, что такое бизнес, что значит заниматься бизнесом, каковы цели бизнеса, кто участвует в бизнесе. Вот всеопределяющий, самоопределяющий постулат. Да, я бизнесмен, я создаю бизнес, я получаю деньги. Всеопределяющий постулат. У меня тысячи клиентов, которые радуются, приходят, платят деньги за сессии, за обучение, получают сами от этого кайф и благодарны мне за мою работу. Да. То есть восстановить всеопределяющие и самоопределяющие постулаты. Это и будет являться расчисткой площадки. Причем методику, которую она дает, можно работать самостоятельно, без процессора. Я помню, я это делала, да, тоже. Да. Это методика проработки списков. Да. Огромные списки, которые ты должен проработать. Каждое суждение для ума, для тела своего проработать и для духа. Для духа, да. С этими разными формулами. Далее, конечно, необходимо распоздать трикстера. Вот ту самую индивидуальность, которая имитирует. Он такой трудноуловимый, но поймать его можно. Сто процентов. Убрать. Да. Я, по-моему, даже как-то вам с вами делился, что я начал смотреть на трикстера, увидел продажника, корабейника. Да, 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 мы обсуждали. Рассказал, да? Да, да. Который ходит там с этим ласточком. Видите, пофиг. Чего? И вообще ему плевать на все. Собственно, трикстер этим и характеризует, что ему плевать. Да, вот есть там 3 доллара в день, и пусть будет, и хватит все. И я не собираюсь там ни за вас отвечать, ни за товар, ни за кого. Также там, я помню, аристократ, да, бедный, тоже я вам про него говорил. Это все составляющие трикстера. То есть необходимо его рассоздать, отловить и проработать все его составляющие, все его шаблоны поведения. Ну и, конечно же, параллельно, ну или после трикстера, восстановить достигатора. Восстановить достигатора, лидера или профессионал. Да. Который спокойно будет этим заниматься. По вот этим вот ступеням. Примерно, конечно, эта работа, ну вот в течение года, я думаю, вот можно реально вылезти на нужный уровень. Я думаю, можно быстрее, Сергей, гораздо. Да, да, можно гораздо быстрее. Да, но если человек вообще не сталкивался с процессингом, то мне кажется, вот месяцев 7-8 при интенсивной такой плотной работе. Ну, да. Ну, так вот примерно. Да, и варианты, да, это работа с процессором, это работа индивидуальная. Научился и делаешь сам, да, поддержки, это как наставничество. Вот это гораздо эффективнее, когда ты можешь сам, да, не от сессии до сессии ты живешь, да. 100%. А ты ежедневно можешь восстанавливать все аспекты и самостоятельно. Ну, да, там, если уткнешься во что-то, мы так с вами эту тему прорабатывали, я, вы дали задание, я выписывала, да, а потом там уткнулась где-то, переспрашивала, да, потому что. Да, да, то есть, пожалуйста, это всегда во взаимодействии со специалистами, если надо, там, и на сессии выходится. И вполне, вот, реально за год вытащить себя за уши, да, очистить площадку и играть. Ну, и, конечно, в процессе игры необходимо себя опять поддерживать, необходимо опять восстанавливать все время. То есть, достигатор будет хотеть упасть, его надо восстанавливать все время. Ему, как бы, дух стремится к чему? К сохранению баланса между, там, затраченными усилиями, да, и комфортом. Зону комфорта стабильность сохраняет. Вот, поэтому обязательно достигатор будет деградировать вместе, там, с продажником, вместе с создателем продукта. Вот, а для этого, конечно, необходимы навыки, навыки прояснения своего собственного пространства, навыки работы по, ну, по какой-то методике, да, прояснить, кому что там нравится. И мы уже эту тему обсуждали, но я не знаю других тем. Есть, конечно, тема, саентология, пожалуйста, обращайтесь туда, но, на мой взгляд, там в три раза все сложнее и дороже. На мой взгляд, да. Ну, в общем-то, наверное, вот все, что хотелось изложить, мы изложили. Ну, да, все, в принципе, понятно, и что делать, тоже понятно. Может быть, непонятно про вот самоопределяющие постулаты, всеопределяющие постулаты, вот как человеку, например, с ними разобраться и сформировать их. Вот, мне-то кажется, что у нас, да. Как я и сказал, что... Как их выявить и понять, да. Постулат – это причиняющее суждение. То есть то, что является причиной творения, создания, да. Я привел пример. Мысль, да, мысль Бога – да будет свет. И стало так. Вот нормальный постулат, когда нет никаких отягощений в виде имплантов, да, в виде каких-то отказов. Он так и работает, да. Хочу вот этого. И это появляется. Что значит самоопределяющий, да. Вот я привожу пример с певцом, да. Вот самоопределяющий постулат для певца – это я исполняю красивые, там, красивые песни под громкую музыку. Это то, что делаю я, да. Это самоопределяющий постулат. Если у певца не будет всеопределяющего постулата, значит, он выйдет на сцену, он будет петь, а зрители будут не понимать, что он делает. И вообще могут даже его и не замечать. А всеопределяющий постулат у певца, моих зрителей, моих поклонников миллионы, там, или тысячи, они слушают и внимают мне, приходят на мои концерты. Да, да, да. Это всеопределяющий постулат, да. То есть, мы творим собственную реальность, фактически постулируя ее. Да. То есть, я определяю, что я должен делать, как я это должен делать. Должен делать. Да, чтобы иметь то-то, то-то. И определяю, как все вокруг должно быть. Что должны делать другие люди, ну, чтобы моя игра состоялась и мой результат был получен. Да. Как его выявить? Ну, в случае, когда, допустим, там нет клиентов, какой самоопределяющий постулат? Я боюсь. Да. Мне страшно, мне мама не разрешает, да. Вот я хочу, но я боюсь. А какой всеопределяющий постулат? Клиенты жадные. Клиенты не понимают, что я им говорю. Меня не ценят, ну и так далее. Да, они не ценят мою работу. Они такие и есть. Да, они такие и есть. Причем, они такие и будут формироваться изначально. На основании полученных... От твоих суждений, да. Да, на основании полученных тобою имплантов. И опыта. Ты будешь видеть, что там клиенты критикуют, хейтят и тому подобное. Даже если с тобой этого не было никогда, уже во всеопределяющем постулате эти суждения есть. Все. Потом, по поводу, что касается игры в бизнес, там большая составляющая – это деньги. По ним тоже, по деньгам тоже есть и самоопределяющие, и всеопределяющие постулаты. То есть, я деньги не печатаю. Деньги достаются тяжелым трудом. Это мой постулат. Ну да. Откуда он взялся из детства? И мне об этом и говорили, что мы не рокфеллеры и деньги не печатаем. Думал, всем так говорят. Ну да, да, да. Печатная машинка сломалась, да? Да. То есть, моя площадка для игры в бизнес сформировалась, с детства формируется, как у каждого человека. И получены уже какие-то достижения у людей, кто достиг какого-то определенного уровня. Это говорит прежде всего о том, что площадка была хорошей, чистой. Да. То есть, не было навалено на эту площадку куча ограничений и обусловленностей, которые необходимо потом преодолевать. За счет обучения и за счет зачистки. Ну да. Ну вот так понятно, да. Так понятно, да, что такое предприятие. Да. По сути дела, мы же все делаем так. Что-то я захотел иметь, да? Сначала желание возникло. Я хочу это иметь. Потом возникает, формируется намерение. Я буду это иметь. Или это делать, или этим быть. Вот я буду это делать. Вот это намерение. Это и есть постулат. А потом уже идет цель. У меня это будет тогда-то, тогда-то. Но это уже на физическом уровне. Лишь для реализации постулата. И это всего-навсего 20% повторяю. От всей парадигмы достижений. То есть, сколько ты не учись бизнесу, если у тебя клочок земли 2 на 2 на площадке, вот только здесь и будешь крутиться. Вот так. Ну там, как еще, вот, как обычно, смотришь какой-то на курс, да, чему-то учишься. Да, да, да. Ну, прокрутить надо не один раз, да. Чтобы стало на свои места что-то более-менее улегло. Да. Поэтому есть смысл повторять. Я вот боюсь, что, как обычно, наши эфиры, его процессинги заканчиваются пессимистически. Я имею в виду, что, блин, вот оказывается, какая проблема. Ага, глобальная. Немножко больше, чем сходить на курсы и замотивироваться. Да, да, да. Прямо надо работать и решать 7-8 месяцев. Чуть ли то не ежедневно надо над этим работать. Ну, конечно. Ну, да. А мы хотели как? Ну, есть простой вариант, да, для женщин. Выйти замуж за серьезного, статусного, богатого человека. Это тоже часть игры в деньги. Почему нет? Да. Будешь получать оттуда ресурс. Ну, и все дела. Вот. Ну, правда, тоже не так просто, да. Надо создать аватар. Надо проработать свою индивидуальность, которая создает отношения. А там работы, мы знаем, непочатый край. Да, копаешь, копаешь, не перекопаешь. Да, да, да. Ну, вопросов нет у наших участников. Я смотрю, что никто не поднимает ручку. Не нажимает микрофон. Бывает. Возможно, кто-то хочет. Да, проработать сразу. Это вопросик. Да, прикоснуться к этому на своем примере. Давайте, может быть, кто готов. Вот, есть. Отлично. Лена. Ага. Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что-то я очень плохо слышал. Я так случайно попала, даже не знала, что будет эфир. Такая тема. Вот у меня как раз проблема такая, что я хочу запустить свою программу, курс. Да, я еще год назад об этом думала. Потом я это отложила. Мне показалось, что никому не надо это. Сейчас я опять начала. Ну, чуть-чуть в другом направлении. И у меня вот постоянно вот это сомнение, что вроде и нужно, а вроде и не нужно. Скажите, Лена, вы наши эфиры смотрели с Лерой? Ну, иногда смотрю, когда попадаю. В Инстаграм? Да. То есть вы более-менее представляете, имеете представление о процессинге, о том, как мы работаем? Имею. И я даже ходила к ученице Валерии несколько раз на процессинг. Чудесно. Красота. Тогда все. Это я так, для страховки. А то вы сказали сразу, я не знала, случайно попала на эфир. Нет, ну, именно сегодня вот так получилось, что я к вам попала. Тема, интересная тема просто. Понял. Значит, проблема – это сомнения. Начинать, не начинать. Вот как будто препятствие. Я понимаю, что вроде как надо же это сделать. У меня огнетут сомнения, и я останавливаюсь и не делаю. Я правильно понимаю? Да, да. Потому что я вот вроде и начинаю писать план, и вроде и структуру. Потом я начинаю переписывать. Потом я оставляю. Ну, и вот так вот как бы переделываю. Иногда начинаю уже смотреть что-то еще. Ну, как будто я, может быть, что-то уже упустила. Не знаю, да. И вот это как круговорот такой. Да, да. Ну, как вы это назвали? Сомнения. И вот прям как будто какое-то препятствие. А я ведь хочу, хочу запустить этот курс. Но меня что-то вот останавливает, тормозит. Да. И вы это называете сомнением. Попробуйте подумать о том, что вы там запускаете курс свой, да, вот пытаетесь его запустить. И что вы сразу при этом чувствуете? Ну, страх. Вот страх, да. И он где сразу ощущается? В какой части тела? Ну, вот в области груди, вот здесь вот. Да. И какой он формы сразу? Ну, как кристаллик такой. Кристаллик. А цвета какого этот кристаллик? Ну, что-то голубенькое, вот что-то такое. А, он еще и такой типа красивенький, да? Да. То есть, он, конечно, мне мешает двигаться, но он красивенький. Я его прям берегу, я им наслаждаюсь, да? Называю его страх. Понимаете это, да? Попробуйте этот кристаллик голубенький вытащить так из себя, извлечь. Перед собой его повесить. Угу. Он плотности какой? На что он похож? На кристаллик? На стеклянный такой, твердый. Стекло? Ну, так. А весит сколько? Интересно. Твердый. По ощущениям сколько весит? Ну, тяжелый. Сколько там? Килограмм? Килограмм тридцать, наверное. Ну, так он еще, вон какой серьезный, да? Вес говорит о значимости, да, этого объекта в вашем пространстве. Объект визуализирует, это визуализация, точнее, каких-то суждений, да? По поводу того, чем вы хотите заниматься. Кто этот объект создал и вам подарил? О ком подумал? Но мне почему-то идет окружение слова. Ну, понятно, что окружение. Там есть конкретные создатели. Ну, мама, наверное, идет больше. Ну, мама, конечно, да. Сначала мама, а потом все остальные. Да. Ну, вот вы смотрите на этот объект. Попробуйте сама себя спросить. В чем смысл этого объекта для меня? Какая мысль пришла в голову? Быть какой. Быть послушной. А вы ручку с тетрадкой не взяли сейчас? Ну, ручка есть, а тетрадка... Так, чтобы лучше записывать, правильно? Чтобы всю логику потом видеть. Потому что, если не записываешь, значит, быть послушной. Да. Вот вы так и пишите, быть послушной. Что это значит, быть послушной, по мнению этого кристалла? Делать то, что нужно другим. Пишем. Делать то, что нужно другим. А зачем делать то, что нужно другим? Ну, чтобы другим было хорошо. Чтобы я была хорошей. Чтобы они были мной довольны. Да. Значит, нравится другим. Быть хорошей. Получать одобрение. Да. А избегать чего? Ответственности, наверное. Наказание, во-первых. Во-вторых, не удовольствие. А, в этом смысле. Да, да. Ну да. Тут да. Избегать наказания. Избегать осуждения. Избегать обесценивания. И унижение, да? По сути дела. Угу. А чтобы эффективно это избежать, нужно этого бояться. Не так ли? Да. Ну, так и пишем. Бояться осуждения. Бояться наказания. Вы сказали, чтобы... Типа, зачем это делать? Зачем подчиняться? Чтобы другим было хорошо. То есть, по сути дела, отвечать за эмоциональное состояние других людей. Да. Чтобы они не расстраивались. Правильно? Так и напишите. Отвечать за эмоциональное состояние других людей. Да, есть. Соответствовать требованиям. Соответствовать пожеланиям. Как сейчас этот кристалл ваш выглядит и сколько сейчас он весит? Ну, маленький килограмм где-то вот так вот. Вот. С 30 упал до килограмма. Но все равно еще что-то есть. Опять сама себя спросите. В чем еще смысл этого кристалла для меня? Какое-то слово пришло или фраза? Любовь мне пришло слово. Ну, как-то составьте какое-то суждение со словом «любовь». Ну, вот чтобы все меня любили, знаете. Ну, вот надо делать так, чтобы все любили. Все меня любили. Да. Можно просто написать «быть любимой». Ну, там, быть хорошей, быть признанной. Да. Да. Получать одобрение, похвалу. А для этого надо подчиняться. Сделать то, что хотят другие. А не делать то, что хочу я. Так? Да. Значит, что надо с собой сделать? Отказаться от себя, от своих желаний и целей. Ну, так и пишите. Отказаться от себя. Отказаться от желаний и целей. Я всегда спрашиваю, говорю, а как? Как отказаться? Они же есть желания. Что с ними делать? Говорят, надо их подавлять. Подавлять свои желания. Я опять спрашиваю, а как? Как подавить желания? Надо его обесценить. Считать свои желания плохими. Обесценивать свои желания и считать их плохими. Вот так напишите. Потому что мои желания не приведут к желаемому эффекту. Меня будут любить или признавать, только если я буду делать то, что хотят другие. Для этого другие мне должны сказать, что мне делать. Что делать, да. Да, то есть ответственность за себя я передала маме в детстве. Мама говорит, сделай это, тогда вот за это я тебя люблю. И за это она тебя хвалит. А сейчас я выросла и вроде пытаюсь сделать что-то свое по собственной инициативе. Но разрешения на это нет. И работает вот эта программа о том, что мои желания, они скорее всего причиняют страдания моим близким. Да, как вот маленький человек что-то совершил, и мама плачет. И маленький человек испытывает вину за то, что проявляет сам свои какие-то желания. Вот знаете, мне сейчас пришло, как будто если я не делаю то, что они хотят, вот они даже не то, что... Они прям злиться начинают, обижаться. Вот, а я же должна отвечать за их эмоциональное состояние. Я же должна не допускать, чтобы они страдали. Правильно? Чтобы они были, обижались, злились. Ну нельзя допустить, чтобы им было плохо. Да. Ну вот он, круг замкнулся, да, вот он тупик. А как выглядит объект, если он есть еще? Ну он уже прозрачный такой, как будто уже. А, ну что-то еще есть у него, да? В чем еще его смысл для меня? Быть в тени, вот мне пришло сейчас. Так и напишите, быть в тени. Что это значит? Сразу раскрывайте, что значит быть в тени. Ну чтобы меня не видели. Быть невидимой, пишем. Не вылазить, не высовывать. По сути дела, не быть. Так? Да. Значит, по сути дела, пожертвовать своей жизнью, чтобы быть любимым. Вот такой абсурд. Ну запишите, кстати, эту фразу. Любимую фразу. Да, напишу ее. Всех имплантов. Да. Есть еще объект? Нет, все. Потом уже, когда отключимся, вы проработаете формулу, помните, по которой прорабатывается суждение? Да. Это не моя идея, это чужая идея, не обязана ей следовать. Да, да, да. Помните или запишите? Помню, помню, да, да, да. А, ну все. Все, значит, объекта нет. На месте, где был объект, там пустое место. Это мы сейчас экспресс-метод проводим. И чем его хочется заполнить? Какими способностями, качествами? Ну, во-первых, хочется мечтать, радоваться действиями, возможностями. Радость как эффект от достижения цели, да, от запуска своего продукта. Да. Имплант требовал что? Отказаться от своих желаний и ждать, что тебе скажут, то и делать. А сейчас мы имплант убрали, а на пустое место хотелось бы какую способность вернуть? Произвольность. Делать то, что я хочу. Я имею право делать то, что я хочу. Так? Да. Все. Найдите вы возле себя где-то рядом какой-то сгусток энергии. Вот это самая способность. Произвольность. Позволение себе делать то, что я хочу. Найдите, визуализируйте. Нашла? Да. Да. Все. И прям этот сгусток энергии прям на пустое место втягивайте его туда, заполняйте. Есть? Да. Все. Как самочувствую сейчас? Легче стало. Ну, такая радость идет изнутри, прям энергия такая светлая. Ну, позволение себе жить, быть, иметь бытие, которое я сама себе могу назначить. И которое мне дадут, а которое я сама могу творить. Ну, сейчас подумайте в качестве тестирования о своем проекте, который хотите запустить. Что чувствуете? Что нужно действовать. Что то, что я делаю, это нужно людям. Уверенность есть уже. Да. Ну, все. Из-за того состояния... Поддержка вот такая, знаете, все равно не хватает поддержки вот этой вот. Сейчас она появилась вот уверенней. Ну, все, да, это уверенность в себе. Основная поддержка, которую я имею в человеку, это поддержка уверенности в себе. Вот это основная поддержка. Это признание себя. Вот это основная поддержка. Ну, тогда все. Там проработайте, да, эти суждения потом произведите. Да, да. Я прямо сейчас сяду прорабатываю. Спасибо вам. Я говорю еще, потом эти материалы надо сжечь, да, пепел, унитаз и смыть. Да. И умыться. А вот про умыться я не знала. А вот можно не умываться, а можно умыться. Как вот омовение после духовной практики всегда делается, да, там, омовение. Умыть лицо и руки по локоть, например. Можно ничего этого не делать. Но лучше сделать. Благодарю. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Приходите. Ну, чудесно, да? Да. Все ли надо? Отключать. Да, замечательно. Я думаю, достаточно, да? Да. Одного примера. Он такой. Да. Очень все наглядно и понятно. Ну, я так понимаю, вы этот эфир у себя на канале сохраните. Да, я так понимаю, надо остановить запись, нажать, да? Да. Угу. 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 Угу.